Про кремлевские телеграм-каналы распространяют очередной российский фейк про Украину. В этот раз показывают видео, на котором видно западное вооружение. На фоне на арабском языке звучат слова о том, что якобы Украина продала его террористам. В Главном управлении разведки Минобороны Украины уже опровергли фейк и предупредили, что в дальнейшем Москва планирует обвинить Киев в якобы продаже западного оружия террористам на регулярной основе. В рамках кремлевской дезинформационной кампании эти фейки должны лечь в основу ряда разоблачительных публикаций и расследований в западных СМИ. Для убедительности российские спецслужбы намерены использовать соответствующие комментарии предателя из украинской пограничной службы старшего лейтенанта Руслана Сырова, который недавно сбежал в Москву. Из публикации Главного управления разведки Министерства обороны Украины Facebook. На фоне увеличения разнообразия и количества поставляемой Украине техники, Россия пытается всеми возможными инструментами остановить эти поставки. В частности, как отмечают эксперты, используют различные виды пропаганды. Одним из ключевых тезисов для того, чтобы обосновать необходимость приостановки этой помощи, является тезис о том, что украинцы из-за коррумпированности продают это оружие, оно попадает в руки террористов, криминала. Во время атаки группировки Хамас на Израиль в парламенте Ирана скандировали смерть Израилю, смерть Америки и Палестина победила. Как пишут журналисты издания The Wall Street Journal, Иран – союзник боевиков Хамаса в этой войне. Как минимум с августа представители исламского движения регулярно встречались с представителями Ирана. Вместе они планировали нападение. Более того, зеленый свет для начала войны также дали иранские официальные лица. Эксперты считают, что Россия была в курсе планов Ирана и Хамаса. Однако никак не действовала, поскольку развязанная война – это удар не только по Израилю, но и по Западу. Несмотря на то, что в Израиле сейчас премьер-министр Натаньягу, который имеет очень близкие личные отношения с Путиным, российская сторона не предупредила Натаньягу и его правительство о том, что готовится такое нападение на Израиль. Россия всячески пытается отвлечь внимание от Украины. Именно поэтому, как считают эксперты, Кремль продолжает держать связь с Ираном и всячески поддерживать военные действия в Израиле. Иран – это важный партнер для России. Одновременно Иран на данный момент главный спонсор терроризма на Ближнем Востоке. То есть, опять-таки, Россия имеет еще выходы на всю эту ситуацию через Иран. Ну и Россия, она является общепризнанным бенефициаром, одним из бенефициаров этой войны. Поскольку главная цель России – это провоцировать как можно больше вооруженных конфликтов в мире для того, чтобы это как бы рассредоточило всеобщее внимание Запада. И таким образом, опять-таки, отвлечь от поддержки Украины. Сам Хамас признан террористической организацией, Израилем, США, Канадой, Японией, Европейским Союзом, Египтом и Орданией и другими странами. В то же время Россия группировку террористической не считает и продолжает встречаться с ее представителями на высших уровнях. И там очень-очень глубокие корни этих отношений. Еще с советского КГБ и тех времен. И на самом деле Россия пробовала и подкармливать Хамас, и давать им трибуну. 7 октября боевики группировки Хамас вторглись в Израиль. Как пишет издание CNN, их нападение стало самым разрушительным для Израиля за последние 75 лет. Цифры о погибших, похищенных и раненых мирных жителях Израиля растут ежедневно.